Друзья, мы, наверное, не дойдем никак пикировать Санна Борисовна Лиленьки. Мы все утро идем, никак не дойдем, потому что везде нас встречают какие-то интересные у нее растения, интересные какие-то объекты, и вот сейчас идем, а здесь чудо-хризантемы у нее стоят, Анна Борисовна, еще и хризантемы. Ну, меня аж вообще все цветы нравятся, а хризантемы это осенние, которые меня покорили, знаешь почему? Яркости цвета разнообразим, мы занимаемся селекцией пионов, лилейников, а люди занимаются селекцией хризантем. И у нас сейчас предложение такое, что глаза разбегаются, всяких цветов и оттенков. Ну, я уж немножко купила себе сюда для развлечения, поставила. Дело в том, что оно очень долго стоит, мороза сильно не боится, и у меня в прошлом году стояли вот так вот цветами до Нового года. Так тебе букет подарят, сколько он тебе простоит там? Ну да, простоял чуть-чуть в вазе, да, и все. А так купил в горшке, поставил, и этот букет стоит, стоит, стоит. Ну да, у вас в прошлом году до Нового года стояли, да, здесь? Я когда сменила, елку повесила, и сняла, да. Очень красиво было. И потом весной они у меня перестояли, и весной я их посадила в грунт. Это вот они растут сейчас около пруда, да? Да, 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 вот там они растут. И такая красотища получилась. А вы какие любите хризантемки? Я все люблю. Все люблю? Ага, я в этом году взяла вот эти, особенно вот эти вот, это новый цвет, вот так, это пастель элеганс. Да, да. Такой же цвет, это интересно. Я был на рынке тоже, говорю, о, пастель элеганс. Мы все меряем пионами. Мы все меряем пионами, да. А вот такие, смотри-ка, тебе видишь тоже, вот такие вот, вот такие коричневатые, это прошлогодние, вот. Они у меня там на огороде, на этом, на клубе растут. А эти вот еще купила себе на следующий год. Уже не знаю, куда сажать, но найду где-то место. Весной они отцветут, и я весной их не буду выбрасывать. Я их посажу, они в теплице перестоят. А когда они тогда, вот вы их весной пересадите, да, посадите? Да. А когда зацветут? А вот в этом, в октябре зацветут. Да, некоторые зацветают, кто пораньше, вот этот пораньше будет. Он зацветет в середине, может, в конце сентября, числа с 20-го. А вот такие уже, они видишь, вот попозже. Вот я вижу, что вот этот раньше будет цвести, видишь? Ну, отличные, да, цветы? Да, отличные. И пахнут. А, и пахнут, и цветут, и цветут, и цветут. Особенно сейчас прохладь. Пионы бы так цвели. Да, прохладненько, и они вот как зацвели. А как на огороде смотрится, ну, чтобы был такой пушистый куст, в этом году я что делала? Все-все вот поприщипывала. Поприщипывала. Два раза прищипывала макушечки. Только вышли вот сантиметров, там, 7-8 были побеги, я прищипнула. Потом следующие вышли, я опять их прищипнула. И у меня получился вот такой шар, вот такие вот шары. Пышный, пышный. Пышный, пышный. А у меня дома рассыпался. Я думаю, что он у меня развалился вообще. Как это, раскорячка. Ты будешь идти возле пруда, будешь идти возле пруда, можешь издаля сфотографировать, но снять. А Юрий Борис снимал. Да, мы с Олей собирались, мы с Олей хотели сядь. Это вот прошлогоднее. Пойдем, наверное, сейчас снимем. В прошлом году и развлекалась так, а потом раз поприщипывала, и у нее вот такие вот кусты получились. Ну, один ниже, другой выше, ну, большой щип. Ну, я предлагаю пойти все-таки, раз мы заговорили, пойти и до сняли. Ну, сейчас Олечка сбегает. Ноги длинные. Сейчас мы пойдем. Ноги длинные. Позже, когда мы были в молодости, у нас у матери росли такие, я помню, розовенькие. И беленькие. И белые. Больше ничего не было. Больше ничего не было. Да. А сейчас сколько всякого. Я особо люблю желтые, чтобы так сказать, как огонь. Хотела купить, чтобы вот такие были у меня еще желтые для этого, но я поздно пошла на рынок, уже были только сиреневые. Но сиреневые, амулгены, я вообще люблю сиреневые цветы. Сиреневые, желтые. Вот все. Все красиво. Сами все красиво. Друзья, а вот и хризантемы, о которых рассказывала Анна Борисовна, которые прошлой весной она посадила здесь у нас около пруда. Уже, конечно, дождем их потрепало-потрепало, да? Но вид все равно обалденный. Нет, дело в том, что было три волны цветения. Понимаешь, они по сроку цветения разные. Были сначала вот тут, я даже уже некоторые отсюда убрала, потому что слишком густо получилось. И первые цвели такие желтые, крупные. Еще было жарко, они даже погорели. Потом расцвели вот эти вот красные. Вот эти, да? Да, бордовые. Вот эти, ага. А потом вот эти розовые. Розовые даже раньше зацвели. Видишь, они уже отсвели. Да, прозевали. Прозевали, да. Но было так красиво все равно вот эта вот волна. А теперь вот самое позднее, это вот этот получается желтый, ярко-ярко. Яркий, он прям сдалека, у него цвет аж фонариками горит. И он тут... Даже я же еще бордзелла. Да. И он хорошо, что получается. Сейчас мы, Юрий Борисович, договоримся, и будем вместо пионов хризантемы выращивать. И как оно хорошо получается, видишь, когда темненький и этот. А особенно вот это вот вроде в одиночку смотрится не очень коричневатый, а когда смотрится на оттенки желтого, а с той стороны у меня еще рос белый. Я его сейчас отсюда убрала, потому что слишком густо получается. И вот третья волна. Вот это вот пошло чуть позже коричневенький, а желтые и вот эти вот белые, но белые я сюда пересадила, остался такой вот чуть-чуть тут остаток. Эти пошли чуть попозже. Ну, видишь, а то они все у меня прищипнуты. Но вот этот белый, желтый, я прищипнула реже. Вот этот лучше всего у меня вот этот получился. А вот здесь, видно, я пропустила, потому что я вижу, один раз прищипнуто. Один раз. Ага, один раз. Ну, короче, надо два раза не пропускать. А вы их в зиму будете обрезать? Вообще-то мне, вот кто специалист, кто ими занимается, он сказал, не обрезай зиму. Ага. Знаешь почему? Потому что, говорит, оно, если будет сильно холодно, оно и ветер придерживает, и если вдруг это, снег придерживает, вот старые эти. А весной, говорит, потом обрежешь. Ранней, да, весной? Ну да, я спросила, вот он говорит, сделай вот так, и будет безопасно. Потому что есть сорта, которые устойчивые к морозу, а есть меньше. Вот у меня, я те, которые посадила осенью, пару густов выпало. Вот. А остальные вот эти сохранились. Ну, я присыпала их то этим, скажи, торфом, и нехорошо. Они было слишком много дождей, они выпряли. Было тепло и много дождей. Не угадаешь, если был мороз, вот, а так тепло, и некоторые выпряли. А остальные, в принципе, такие кусты вымахали. Так что, я думаю, не очень, как бы сказать, опасно их сажать. Нормально они растут. Вот только приловчиться к ним. Эти хризантемы у нас в этой осенью звезда нашей композиции, да, вот этой всей, около пруда, да, они как-то в этом году прямо аж все о них знают, все здесь ходят на них, смотрят, гуляют. Всем нравится. Всем нравится. Так что, цитируйте. Цитируйте. Надо идти, а то мы сегодня ничего не сделаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok